итак всем привет у нас Орск не терпит нарушителей поэтому мы с Лёхой как два блин как как два человека которые не смогут найти общий язык с этими гаишниками мы пристегнемся ну что Лёх давай рассказывай что мы завтра будем делать и что мы будем делать сегодня сегодня мы наверное через час поедем в Ваню пообщаемся с братом Максима может быть еще кто-нибудь из друзей подтянется в принципе несколько дней мы уже готовились собирались к рыбалке вчера я ездил на один водоем в принципе там ловят ну конечно не такие успехи как в Сочи ну там и водоемы попроще конечно Лёх я тебе открою маленький секрет в Сочи не все ловят поэтому попробуем я думаю попробуем завтра правильно как старый бедовский способ как старый добрый день есть ты вспомнишь как мы с тобой ездили на другие озера было такое что вокруг никого не ловили а к нам все приходили клянчили нас поэтому посмотрим попробуем постоянно бывало такое что никто ничего не ловит а берут рыбу у нас чтобы пофотографироваться да поэтому я думаю нет смысла там попробуем завтра да погода конечно не очень нас идет дождь вы наверное видите вот я еду сейчас верно в Логане но через панорамную крышу вам видно капельки Лёх скажи когда ты переедешь на в Сочи скажи честно ну я вообще хочу все дела переделать там судебные у меня там есть два и с чистой душой уже стоп 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 давайте я переведу не то что Лёха подсудимый нет а со страховыми компаниями которые как во всех нормальных городах не хотят платить ты это имел ввиду да да не самый шикарный он у меня это как его под окном состав с далекой пересылки пассажиров нет самый шикарный страховая компания это Росгострах хотя говорят они платят даже по маленькому ДТП какие-то там ну 20 тысяч не могут как честная компания выплатить приходится судиться там больше висит насколько я знаю там около 250 правильно это на каком ну вот последняя татата таталка которая там больше больше даже да поэтому машина из-за этих сумм стоит оставаться в городе Лосква чтобы решить кроме меня их никто не сделает реально никто не сделает вот как бы хочу прям в нули уйти здесь там небольшой бизнес там будут работать без меня в принципе и со спокойной совестью чтобы уже никто не дергал ехать пробовать я думаю я человек не ленивый все получится так что надо скажи сочи жди меня все гирдык да в принципе я сочи ездил несколько раз как бы город уже так визуально знаю там самостоятельно передвигался без проблем причем без единого штрафа ездил и как Максим типа подколол что ли? да 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 у тебя просто машина не едет потому что Максим говорит там антирадары не нужны он пикает на все да на все пикает ну пускай он там холостую пропикал где не нужно скинул скорость а иногда и где нужно и соответственно уже штрафы там не придут Лёх я тебе открою маленький секрет вот я беру сейчас машину давай наверное возьму Qashqai на которую у меня есть значит так пикает Qashqai какой-то номер ааа последний штраф который ко мне приходил он был от 3 мая с 3 мая не пришло ни одного штрафа я стал не можем аккуратно ездить как бы по 3 по 5 тысяч в день просто на передвижение причем не на горючее а просто условное передвижение то есть на эти же штрафы ну как бы никто не хочет платить понимаешь как бы например ты едешь в Адлере ты в Адлере попал небольшую пробку а потом ты стараешься ты же клиенту не должен опаздывать ты стараешься на другом участке дороги компенсировать и в итоге получается ты в Адлер едешь 15 км в час а не по другой дороге 120 км в час и вот на эти превышения как раз понимаешь ну можно ехать кстати я вот по своей практике я как бы стараюсь всегда с запасом брать запас пусть я лучше подожду но приеду вовремя заранее в эту поэтому Леха вовремя приезжает честно поэтому я когда сегодня сказал Леха выходи я 65 минут буду я тоже почти приехал вовремя я час на улице просто ехал час ну у меня отбывался подарок взялся потом я позвонил и спросил через 4 минуты будет 4 минуты это значит еще 40 минут сверху ну в принципе тоже вовремя приезжать ну нет ну бывают такие немножко сегодня полетали над городом Орском немножечко снимали ну блин вот смотрите мы сейчас с вами едем да там все трясется хотя у Логана считается самая лучшая подвеска вот наверное Логан у нас создан для города Орска да потому что вот я думаю что я на своем бмв скорее всего либо на Гашкай на 18 колесах скорее всего здесь мы просто бы вот так прыгали да на этой дороге обидно конечно что такие дороги огромное спасибо мэру за это вот так вот с одной стороны я даже рад что так все получилось что я в прошлом году взял и сорвался и уехал потому что если бы здесь было все хорошо идеально скорее всего я бы никуда не подорвался ну многие люди как бы недовольны городом и Оренбург просто боязнь с одного места на другое уезжать это как бы бич всех переезжающих людей вот ну немножечко семьи тормозят конечно потому что как бы от семьи всей семьей тяжело переезжать даже людей которых есть жилье чтобы всю семью перевести это нужно время ну смотри мы сейчас там уехали по главной дороге мы которые считаются идеальными правильно мы сейчас там уехали но сейчас мы ехали вот так вот у нас трясло представляешь если немножко свернуть куда-нибудь ну да здесь как бы таких глобальных ремонтов не было вообще реально обычно к девятому 1 мая там они глотают что-то там делают вот ну как я слышал делают разметку безнословные деньги это разметка стоит и она действует реально по регламентам месяц 2-3 может быть ну не 3 но 2 месяца и опять ее нужно делать то есть все деньги которые на дорогу они ушатывают радар 40 да ладно я серьезно да 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 40 да 40 прям 40 мне кажется не уже поздно потому что я сегодня здесь уже есть налетал уже без квадрокоптера да да к Сереге придет привет мне придет привет Сереге что я могу сказать да Сереге привет привет ну смотрите глотал самое печальное что я хотел именно вот ехал именно хотел город Орск снять с той стороны чтобы там было солнечко чтобы ярко красиво все было в итоге ассоциации только то что машину вот когда ты был сочи ты сколько раз бумагу машину подожди бы я ни разу не нужно себя чисто всегда чисто люди не бывает грязно шинадцатом году приезжал еще до олимпиады когда огласили когда день что будет олимпиад проводиться в городе сочи приезжал я ездил на десятки серебристой каждое утро она была сырая прям как будто дождь прошел и к моему удивлению днем она уже стояла блестела никаких разводов и пятен ничего не было отдыхали мы придется восьмой год на мацесте десятки в 98 году я в том периоде уже было было приором мы отдыхали там кпп бывшая сталинская дача на мацесте там тоже оползни были небольшие дорога немножечко сползал вот так в целом там мне понравилось потому что мы отдыхали в центре мне понравилось а конечно когда уже поехали семьей и отдыхали в адлере конечно адлер впечатление конечно противоположное и многие люди тоже едут сочи в адлер и сжигаются на это самого города не видит реального и впечатление складывается отрицательный сочи хотя там город очень растянутый очень много мест оксана ездила с лизой крючка я поехала оксана без лёхи она в восторге осталось а когда они вдвоем приехали остановились это там в частной гостинице в адлере они там плевались единственном разбавил радость вот это все денис то есть на свои повозил он там конечно если мы сами бы не поехали мы ездили в парк вот это аттракционов ездили на красную поляну знаете сразу же денис это парень который работал водителем у алексея потом взял уехал в сочи сочи живет своей квартире нормально и не жужжит и не шуршит а здесь он просто работал обычным водителя просто уехал человек просто уехал работать и все и там остался лет пять даже это купили они себе у них по моему 32 или 28 там небольшой квартиры но в центре своя квартира вот какие-то деньги у них наличие наличными были остальное они взяли в ипотеку живут студии у них там вдвоем с девушкой ну довольны вообще очень хороший человек я надеюсь приеду мы с ним встретимся потому что как бы люди такого настроек кавказцы они все старается организоваться но дружный клан свой создать вот как бы тоже нужно свою диаспору там открыть корска у нас ворске оренбург дмитрий переехал да у нас все равно зампрокурора и фраза футболитер равно когда общие друзья там и встретиться и где там кому-то что-то помочь это очень хорошо чтобы как бы чужих людей не просить чужие люди все равно ну не пойдут на такие уступки чтобы все свои дела бросить и выручить помочь сюда иди за полотенцами пойдем вместе да не здесь подожду ну давай давай